Музыка 53 нетрезвых водителя задержали инспекторы ДПС пятницы по воскресенье. Пятеро из них попались повторно. За это им грозит штраф до 300 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет. Новые антигерои в нашей программе. Это «Дорожная практика» и я Николай Смирнов. Поехали! Гульнара Ширбакова установили в поселке Андреевском поздно ночью. По словам девушки, ехала она из магазина домой. Однако состояние автолюбительницы не понравилось инспектору, как и алкотестеру. 075, установлено состояние объединения. Что скажете? Согласна с показанием прибора? Вину признаете? Теперь Гульнара будет ходить в магазин пешком. Такая же участь ждет Александра Батурина. Его Рено остановили на улице энергостроители, что на Войновке. Отрицать факт употребления Александр не стал. Спиртное сегодня употребляли? Да, я употреблял сегодня спиртное. В каком количестве? В количестве 4 литров пива. Но порядок есть порядок. И продуть прибор все же пришлось. Показание прибора 052. Состояние алкогольного опьянения установлено. Посмотрите, товарищ водитель. 052. На данный момент у вас установлено состояние алкогольного опьянения. Согласны с этим? Согласен. А куда деваться? Цифры говорят сами за себя. Почти в три раза меньше, но все равно больше, чем можно, надул Дмитрий Бадагазин. Его «Шевроле» наряд ДПС остановил на улице Пермякова. Поводом для свидетельствования стал все тот же запах алкоголя. 023. Это установлено состояние алкогольного опьянения. Дмитрий Львович, вы с данным результатом согласны? Да. Цифра небольшая и, скорее всего, это вчерашняя. Но чтобы остаться на полтора года без прав, вполне хватит. Леонид Иванов от продувки отказался. Сначала он утверждал, что вообще машиной не управлял. Потом выяснилось, что за рулем все же садился. Но только для того, чтобы выехать из ямы, в которую попала жена. Поэтому она и должна отвечать. Вам все понятно? Почему? Ни хуй. Вот за это предусмотрено решение права права. Эй, давай жену лишим. Жену лишим? Да. Зачем? Она дома спит. В смысле ни хуй, она уехала в яму. Я не знаю. Я видел, что вы ехали. В смысле? Она села уехала в яму. Не знаю. Я ее доставал, машину свою. Сколько вы проехали метров? Кого? Сколько метров проехали? Ну, отсюда отсюда, вот. Отсюда? С задним ходом двигались сюда. Да. После долгих препирательств на Леонида составили материал по статье «Отказ от освидетельствования». Теперь он будет просить жену свозить его по делам. Отказывались от проверки другие водители. Причем некоторые на месте легко продывали алкотестер по нолям. Но предложение проехать наркодиспансер вызывало бурный отказ. Например, как у этой дамочки, разбившей машину об ограждении. Дуйте, 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 дуйте. Сейчас, подышим. Результат по нолям. Не установлено состояние алкогольного опьянения. Вера Владимирович, скажите, пожалуйста, согласны проехать медицинское свидетельство на состояние опьянения в областном наркологическом диспансере? Отказываетесь. Отказываетесь. Товарищи понятые, слышали? Или этот юноша, Александр Черенков, 22 лет от роду. Задаю вам вопрос. На месте согласны проехать в свидетельство на состояние алкогольного опьянения? Проблют прибор? Алкотестер 8-10. Нет, отказываетесь. Отказываетесь. Проехать в областной наркологический диспансер города Тименин, улица Тимакова, 11, для прохождения медицинского свидетельства на состояние алкогольного опьянения. Согласны? Тоже отказываюсь. Не поедете. Не поеду. Или Иван Поспелков, что был остановлен на Пермяково. Согласны про дуть? Нет. Алкоголь проявится? Нет. Не согласен про дуть? В вашем присутствии в таком случае данному водителю предлагаем пройти медицинское освидетельство на состояние опьянения в областном наркологическом диспансере. Понятно, что от вас требуется? Находится где? Находится в Симаков, 11, в нашем сопровождении туда проехать. Согласны? Нет. Слышали? За отказ от законного требования должного лица предусмотрена административная ответственность. Вам это известно, да? Нет. И многие другие. Видимо, пора что-то менять в отношении отказников. Где и какие машины угоняют в Тюмени чаще всего? Какой участок дороги перекроется на ближайшие полгода? И что предлагают изменить в экзаменационных билетах по ПДД наши врачи? Обо всем этом – Автоновости. В Тюменской области подвели итоги по угонам машин за 2017 год. Наибольшее количество совершается на территории Тюмени. Вторым в антирейтинге является Тобольск. Замыкает тройку Тюменский район. Львиная доля краж совершается в ночное время с улиц, неохраняемых парковок и дворовых территорий. Она составляет 72% от общего числа. Лидером в рейтинге угонов стала отечественная классика. ВАЗ-2105, 07, 09. Среди иномарок первое место занимает Тойота Королла. Всего за прошлый год зафиксировано 447 фактов. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Полицейские установили 276 лиц, причастных к совершению данных преступлений. Средний возраст злоумышленников – 22-35 лет. С 25 января по 5 июня будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге на участке от дома номер 13 до дома 17 по улице Восстания. Такая необходимость возникла в связи с переустройством инженерных коммуникаций. Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения и автомобилей граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет разрешен. Для объезда предлагается использовать улицы Интернациональную и Новоселов Карла Маркса. Билеты для экзаменов ГИБДД на водительские права изменятся. Их готовят представители здравоохранения. Вопросы об оказании первой медицинской помощи и поправки предложены в 14 из 20 билетов. В частности, изменен ответ на вопрос о правильном положении рук при проведении сердечно-легочной реанимации. Изменен термин «искусственная вентиляция легких» на «искусственное дыхание» и многое другое. Добавим, что по оценкам экспертов, четверть погибших в ДТП могли выжить при оказании правильной первой помощи. Однако навыками владеют лишь 10% водителей. Более 2 триллионов рублей потратили россияне в 2017 году на покупку новых авто. Это примерно на 15% больше, чем годом ранее. О том, какие факторы влияют на цикличность этого процесса, узнавала моя коллега Ирина Шепилова. Январь 2018 с январем 2017 не сравнится. В тюменских автосалонах стало заметно оживленней. В первые дни января народ собирался уже перед открытием салонов. И прямо около дверей такие небольшие, но очереди были. Наверное, как раз это потому, что весь интернет наполнил информацией о повышении стоимости автомобилей. Цены подросли и подрастут еще, но не скачком, в пределах 3-5%. Прошлый год стал весьма удачным для авторынка, пережившего падение трехлетней давности и практически застой еще 2015 и 2016. Рост автопродаж в Тюменской области за год на 15%, по выдаче автокредитов на 20%. Такая активизация на авторынке связана с тремя причинами. Первая информация о том, что машины будут дорожать. Второе – это цикличность. Сегодня тюменцы меняют машины раз в 4-5 лет, и на 17-18 годы как раз приходится волна. И третье – это госпрограмма льготного автокредитования. Из-за того, что все выделенные миллиарды потратили раньше срока, программу свернули в октябре. Теперь она вернулась, но ставка по льготному автокредиту уже не снижается. На особых условиях оформляют только первый автомобиль и семейный. Новые требования такие. Машина должна быть не старше декабря 2017 года. Масса 3,5 тонны, цена до 1,5 миллионов рублей. Срок такого кредитования – до 5 лет. Банк при помощи государства дает скидку в 10% от стоимости машины. У нас даже две трети кредитов было выдано с помощью этой программы. Я понимаю, что не все банки хорошо относятся из-за того, что есть часть клиентов, которые, наверное, приобретают дальнейшие потом перепродажи эти машины, но все же есть большое количество действительно клиентов, которые приобретают первый автомобиль или приобретают автомобиль в семью. И если есть возможность помочь государству для таких семей, почему бы это не сделать. Самый популярный новый автомобиль – до 700 тысяч рублей, поддержанный до 300 тысяч. Но на вторичном рынке оптимизм первичного не испытывают. Платежопособность населения остается на прежнем малом уровне. На этот год у нас задача – остаться на плаву. Ирина Шипилова, Антон Пригорницкий, Тюменское время. Но так ли все плохо на рынке вторички? И как правильно выбрать подержанную машину? Об этом мы спросили у специалиста, директора автомобильной ярмарки Виктора Романенко. Виктор, насколько востребован рынок вторички у нас сейчас в Тюмени? И в какой ценовой категории чаще всего пользуются спросом машины? Ну, рынок он востребован, и всегда вторичный рынок, потому что ценовой сегмент не каждый может себе позволить новый автомобиль купить. Чаще всего приходят за автомобилем с суммой до 500 тысяч рублей, то есть 300-500 тысяч рублей. А по возрасту машин? По возрасту это 5-7 лет. Ну вот давай посмотрим на примере вот этой Тойоты. Как можно определить ее состояние? Ну, давайте посмотрим. Перед покупкой автомобиля я бы порекомендовал запасаться таким прибором, который меряет красочное покрытие, чтобы не купить там совсем, ну, истасканный автомобиль. То есть давайте посмотрим. Давай посмотрим. То есть в каждом приборе есть диапазон микрометра, который показывает данный автомобиль, данную краску. То есть, допустим, вот 120 микрон для Тойоты, это такой самый оптимальный слой красочного покрытия. То есть также, ну, можно посмотреть... Подожди, хорошо, а если у меня такого прибора нет? Вот как посмотреть? Прибора нет, то как бы, ну, даже вот мне с большим стажем трудно будет определить, если хорошо сделана красочная работа. То есть хорошую малярную мастерскую загоняли, это будет, ну, наверняка сложно это сделать. А есть какие-то косвенные признаки, кроме краски кузова? Ну, можно посмотреть по стеклам, допустим, вот на каждом стекле, если посмотреть, есть номерной, ну, номер стекла, да, то есть они идут попарно, параллельные стекла. То есть, допустим, вот здесь вот у нас идет 0,98, да, то есть то стекло тоже должно быть должно 0,98. То есть и у каждого стекла свой номер присутствует. Также можно определить пробег по состоянию салона, да, допустим, если говорить о свежем автомобиле, автомобиль конкретно 2014 года, Можно посмотреть по зашорканности рулю По зашорканности кнопок По состоянию водительского сидения Так как водительское сидение используется не чаще всех То есть также посмотреть Рекомендации от дилера По замене колодок То есть колодки на этой машине Меняются примерно в пробеге 70 тысяч То есть если они стоят еще оригинальные То пробег подтверждается Слушай, а как насчет, вот миф, не миф Говорят, если посмотреть И сорваны болты лючка Бензобака, значит лючок снимали Подбирали краску и машину украсили, правда, нет? Ну это правда, да, но некоторые мастера Как бы это обходят И допустим может лючок сниматься Для покраски того же бампера Ничего критичного в этом нет Виктор, насколько велик шанс Нарваться на битую, но сделанную машину На вторичке? Шанс как бы нарваться велик, высоко А насколько хорошо в Тюмени делают машину? В Тюмени делают хорошо машину То есть Вот, если не пользоваться специалистом При подборе поддержанного автомобиля То есть можно угодить как бы в просагу Спасибо большое за такую подробную консультацию Пожалуйста На сегодня это все Но ровно через неделю На 21 кнопке вашего телевизора Новые герои свода ГИБДД Ищите записи нашей программы в соцсетях В фейсбуке, вконтакте, одноклассниках Пишите нам на инфособакотртр.ру Или звоните 688-946 Это дорожная практика И я Николай Смирнов Увидимся на улицах города Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин